привет мои хорошие зацвела у меня вот такая вот шикарная бросоволка на доза панама суар получала я ее от микки вот такая прелесть обалденнейшие цветы очень нежные она отличается от на доза обычной как я уже заметила по цветам это у меня уже где-то третье цветение получается ее и в плане отличия цветы обычные бросоволы более зеленые у них более зеленые вот эти вот лепестки и мне теперь конечно же очень надо зеленую прям надо очень-очень у панамы суар более даже не знаю с кирпичным оттенком когда распускаются они совсем рыженькие потом со временем светлеют и сама губка сама трубочка у основания тоже немножко такая вот за желтоватым оттенком очень красивые цветы очень структурная губа она вот издалека смотрится гладкой но когда смотришь с близка она вся в таких венках жилках очень-очень красивая в плане аромата аромат сумасшедший это все-таки на доза как ни крути и вечером конечно на благо благоухает просто сумасшедшая заполняется вся кухня весь балкон и вот на подходе к кухне ты уже чувствуешь этот легкий аромат но огромное достоинство он не удушающий абсолютно не удушающий абсолютно не раздражающий то есть ты заходишь на кухню понимаешь что она наполнена ароматом но никак не раздражается нос не давит на тебя ты даже не понимаешь откуда он исходит ты чувствуешь вот этот вкусный приятный запах но откуда пахнет ты не понимаешь скажем так очень интересная штучка пахнет в абсолютной темноте то есть вариант посидеть даже при минимальном освещении подождать пока она запахнет нет она пахнет когда абсолютно темно и у меня выключается свет на балконе и через некоторое время она начинает пахнуть и от действительно специально уже несколько вечеров хожу ее понюхать шедевральный запах не знаю как его описать вам передать надо завести и попробовать самим очень классно по уходу я уже говорила что для меня это одна из самых наверное простых орхидея оказалась и сидит она у меня в чистой коре было немного лавы я помню я примешивала где-то на дне хотя еще сейчас не видно я горшок рассматриваю вот такая посадка достаточно сухая но при этом корни прекрасно растут его горшок и по стенкам и наружу и вот сверху они закапываются все отлично кстати вот я вот тут увидела у меня чуть-чуть есть кокосовые кокосовые чипсы чуть-чуть вверху попались и да я вот сейчас смотрю видно не субстрата это архиата а вверху мне не хватило и чуть-чуть тут домешано орхидеи микс по моему называется там вот есть кокосовые чипсы но совсем чуть-чуть и особо на влагоемкость тут поверху 3 чипсы на никак не влияют полив по просушке но достаточно обильно я поливаю чтобы она действительно хорошо напилась хотела бы рассказать что-то по подводным камням но вот действительно я ничего не заметила такая моя орхидея на интуитивным уходе абсолютно прекрасно растет кстати про интуитивный уход наверное хочу сделать отдельный ролик а то не все понимают что я имею ввиду когда говорю интуитивный уход ну что же вернемся цветы крупные бутоны я делала фотографии есть в instagram а я прикладывала то бутоны были длиной с моей пальцы с мой указательный средний палец цветочки очень немаленькие хотя они такие вот все тоненькие звонки но и смитительно смотрятся классно один цветоносик у меня распустился 2 вот распускается так интересно кстати распускаются бутоны вот и еще вот цветонос на два бутона растет и вот здесь вот на один бутон растет прелестно рекомендую еще много-много раз рекомендую интересная штучка для коллекции очень разнообразит внешний вид мне интересная картина мне очень нравится идет листья иголочки и вот это кстати вишневая это загар на листьях это не пятна не бактериалка никто не поел это загар от моих ламп а бросовола вообще очень интересная еще и своими гибридами очень много красивейнейших гибридов с участием бросоволы тот же золотой павлин та же желтая птичка у меня несколько собственно желтых птичек и золотой павлин тоже есть майка и майюми если я не ошибаюсь туда тоже на дозу входит много интересных она всем передает легкий аромат и трубочку губы которая мне безумно нравится эта трубочка губы достойный достойный экземпляр достойный для коллекции как в чистом виде так и в клоновых вариациях так и в гибридах поэтому кто хочет достаточно беспроблемную легкую для себя такую орхидейку попробовать то советую начать действительно с гибридов на дозы они достаточно сговорчиво на цветение активно цветут и несколько раз в год и 34 очень хорошие ребятки поэтому такая моя рекомендация пробуйте и кто потом не побоится или сразу возьмите себе на дозу посмотрите на это дикое чудо на этом буду заканчивать не могу налюбоваться не могу нанюхаться действительно очень люблю за интересную форму цветов за куртину очень нежная девушка ну что заглядывайте в описании там много интересных ссылочек обычно бывает и в конце видео как всегда большое спасибо моим патрончиком патреончиком кто меня поддерживает а также различные видео или плейлисты в которые вам может быть интересно посмотреть и заглянуть и на этом уже точно все ставьте лайки подписывайтесь на канал всем солнечных дней пышных цветений пока пока